Ну, здесь, смотрите, первое, что нам показали события всего февраля, это то, на что мы реально способны с учетом наших решений и какова глубина проблемы в том, чтобы мы могли обеспечить адекватный уровень информационной безопасности в стране с учетом того, что очень многие компании решили нас покинуть. И второе, соответственно, скорее шаг вперед, потому что, если брать темпы развития отечественного рынка ИБ с точки зрения отечественных продуктов и технологий, как они развивались раньше до этого момента, как развивались сейчас, это две разные вещи. Мы идем большими семильными шагами. Как-то в Ярлаше, по-моему, была у нас бразильская система, когда мальчик стоял на воротах в футболе, а сзади было окно. Говорит, не дай бог пропустишь, окно разобьется, ну, будешь виноват. Соответственно, у нас выбора-то нету. Позади Москва, поэтому здесь только вперед. Не сказал бы, что в заложниках, просто мы развивались несколько иными путями. Понятно, что западные компании, которые разрабатывали средства безопасности, они шли очень долго к этому. Весь мир был на них ориентирован. За счет своих масштабов, объема клиентов они могли свой продукт улучшать достаточно быстро. На российских производителях такой задачи не было, потому что немало пользовались, и понятно, что шли мы достаточно медленными темпами. Но отчасти была зависимость наша и программные аппараты от того, что мы работали на западных решениях. Но теперь ситуация меняется, и я верю в то, что мы достаточно быстро придем к такому же уровню, как минимум. Знаете, я думаю, что все вместе влияет, и бизнес, потому что сервисы, новые сервисы, новые деньги. Соответственно, гонка технологий сюда же относится, потому что успешный бизнес только у тех, у кого есть новейшие технологии и новые продуманные решения технологические. Государство есть больше как регулятор. Первые два – они, по сути, драйверы. Драйверы всего развития, потому что они толкают тех, кто потребляет их сервисы и услуги вперед. Дальше остается функция регулятора как стратегического партнера – это государство, да, в плане того, чтобы показывать вектор развития такой основной, верхней уровней, более общей. Все остальное уже делает сам бизнес, эти технологические компании, которые развивают эти направления. Все же мы знаем классику экономики – спрос, ожидая предложения. А человек, как всегда, привык к уюту, комфорту, поэтому чем больше запросов каких-то комфортных для человека сервисов, тем быстрее будет резервация технология и, соответственно, бизнес. И теперь единственное, чтобы за этим еще государство успевало это все регулировать. Вот, собственно, такой комплексный подход двигается. Но драйверы – это, соответственно, люди, бизнесы и технологии. Обязательно нужна очень актуальная тема, и она очень долго будет. Мы же уходим все в цифру, соответственно, любое цифровое развитие, в том числе и устойчивое цифровое развитие, будет драйвером являться. Это, соответственно, решение, технологии, люди, и как это все регулируется. По сути, мы уходим по вертикали – законодательство, нормотворчество, технология, практическое применение. Все очень прозрачно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok